итак всем добрый вечер наконец-то мы выбрались из дома две монахини отшельницы решили на природе снять давно хотели правда мне еще знаешь целый букет ритуалов да это вообще как говорится в россии стройка не заканчивается и можно только остановить вот смотрите полюбуйтесь для начала это красотой вот этим этой части серьезно точно это нам специально чтобы мы для ритуалов ходили слушай береза представляешь какая огроменная я а я и как ты не задумывалась просто прохожу мимо сердца да очень красивый нет поселок здесь был всегда я же говорю андрея боголюбского времен эти поселки основан виде и церковь которую нас там петропавловская она во времен этого елизавета петровна 17 век до эти 2 2 часть поселка а старая живу еще в каждом селе есть и старая часть знаешь старое село откуда люди потом как бы перешли и там забросили так вот идем к реке будем снимать интересный ритуал я думаю этот ритуал пол россии запишут у себя и будут проводить без преувеличения почему потому как ритуал чтобы банки простили долг дорогие друзья вообще хочу вам сказать что долги нужно отдавать толк это воронка то есть по сути у тебя чужие деньги и ты должна отдать эти деньги потому что они не твои чужие деньги они не притягивают к тебе богатство но другое дело если скажем так ты берешь в долг у человека близкого вы договариваетесь отдаешь и так далее это другой вопрос я имею ввиду что люди которые берут долг да и делают вид что не помнят что вроде бы просто бывает берутся у кого-нибудь там 50 тысяч ой нету никак денег нету нету а машины меняют друг друга дома строятся а долг никак не считает нужным отдавать нельзя и нельзя рассчитывать на то чтобы простили оставили не стоит но если простили вам и другой вопрос ладно считайте что вам прости да но этого никто не обязан делать просто ради себя и перед своей совестью нужно быть честными нельзя ненавидеть людей за то что люди требуют свои деньги обратно они имеют на это полное право поскольку они отдают свои кровные деньги да смотрите какой закат у нас красивый да просто остановились чтобы люди прошли насчет долга так вот теперь что касается банков многие возмущаются что банки выдирают там процент и прочее прочее друзья мои вы сами идете в этот банк берете деньги даже если они может бесчестно поступают чрезмерно много берут за свои услуги я согласна но это ростов чей ой шить чество да да извиняюсь появилась еще в древние времена когда давали какую-то сумму и брали обмельчал да ну ничего накосе не сейчас начнутся дожди она пополнить и как бы зарабатывали таким образом на жизнь может быть кому-то кажется что это слишком и неправильно и согласна со всеми но когда вам нужны деньги срочные вы идете берете правильно вы согласны эти условия значит будьте любезны отдавать просто когда говорят нас вогнали в эти кредиты в долги люди иногда берут кредиты что погулять свадьбу берут кредит что погулять день рождения новый год понимаете а потом уже как бы им не очень хочется это отдавать и начинается вот а целая история я видела семью которые у которых трое детей они взяли ипотеку не платили банк предупреждал два года чтобы они продали дом с обменом на меньшее жилье они родили еще двоих за это время вместо того чтобы что-нибудь делать ну они надеялись на то что у них много детей значит им ничего не будет потом пришли их выгнали через три года предупреждения и значит объяснение что можно это продать и можно на эти деньги им ну чуть меньше жилье приобрести ну по крайней мере расплатиться так что не будем всегда винить банки банки может быть и зарабатывать большие деньги но вы сами идете туда и берете их понятное дело что там жизни и условия я все понимаю но опять же никто никого не заставляет и не тащит силой но если есть возможность просить у вселенских сил то ли отсрочки да или может быть уменьшит этот долг или простят этот долг и такое возможно правда мои другие ритуалы приводили к такому результату но здесь именно как бы откровенно да целенаправленно об этом слушай там что-то плавает такое ощущение как плавник акулы вот ей богу вон там видела я поняла но она так напоминает да уж какие мы крутые у нас даже акулы туда заплывают так вот я хочу вам подарить ритуал есть подобные ритуалы то есть древние времена шли к реке почему к реке именно к реке потому что бегущая вода это жизнь жизнь она не стоит на месте да она идет вперед поэтому этот ритуал только с бегущей водой поэтому спрашивать а можно ли к пруду там к морю к озеру нет именно такая а если у нас нету если нету поезжать соседний район я не знаю ну как вообще а если у вас нет картошки можно в суп добавить например яблоко ваше нет картошки то есть на основе более древних традиций и составленный мной заговора попросить чтобы вам простили долг что это вам даст очень может быть что банк уменьшит проценты может быть простят вам долг если у вас там пение или что-то еще да может быть вам дадут отсрочку или ну бывает такой момент объявляет банкротом банк то есть разрешает списать этот долг ну в общем всякое бывает попытка не пытка нужно попробовать хочешь как-нибудь смягчить их сердце особенно если там уже до коллекторов дошло и прочее прочее теперь я вам скажу честно я в своей жизни брала кредит один раз в жизни взяла 9 на 9 тысяч не для себя у меня попросили на моё имя поскольку я тогда работала было время когда только работающим людям давали кредит и человек попросила слезно для своего брата телефон взять и обещали клятвенно заплатить два раза по-моему они отдали и все и это долг висел на моей шее мне звонили вот один раз своей жизни я брала кредит в банке это не для себя и заплатила и после этого я вообще зареклась к этим банкам подходить вообще если мне что-то нужно я накоплю и куплю я конечно понимаю что это нормально если люди берут и не осуждаю это понятное дело я могу понять людей но я предпочитаю этого не делать в любом случае поэтому это сейчас начитаю но мне это вообще не нужно ну-ка а я думала акула все-таки вылезла что-то нас тут мотоциклисты едут собаки ходят отвлекают нас от процесса пока полюбуйтесь сегодня читать будет я на но второй заговор конечно я прочитаю потому что ты ты не сможешь нету может попытаться конечно но не советую сейчас пройдут эти красавцы и потом продолжим с вами вот какой лес здесь очень красивые места не зря софи софия палеолог любила эти места и здесь очень много чего построила свое время и ореховые леса кстати вот греческого ореха грецкого ореха почему орех вазу его называется именно потому что потому что она приказала сажать и так нужно подойти к реке к ручейку к водоканалу одним словом к бегущей воде и начитать 7 раз глядя воду когда вам простят долг если вам простят долг если все обойдется я на смотри не урони сейчас все будет звонить специально каждую минуту бери пока да когда у вас все получится подходите к той же реке выливайте туда но если вы оттуда уедете ну например так получится да что вы сделать ритуал в незнакомом для себя месте к любой реке точно также подходите горстку монет и выливайте туда вино и говорите за все уплочено благодарствую отворачивайтесь и уходите просто водную стихию нужно потом естественно уважать уважить поблагодарить итак начнем старый монах на ладье плыл воду черпал да воду пил и матушке реке эти слова говорил река матушка полноводная у тебя много притоков много истоков и много воды если каплю воды возьми у тебя с тебя не убудет ты не заметишь волны не поднимешь меня не накажешь и река скажет монаху бери води ты сколько желаешь и я не замечу волны не подниму тебя не накажу а воду свою тебе подарю прощу и забуду как река монаху свою воду простила и с миром полюбовно отпустила так и денежный дом здесь должны сказать название банка мне долг прощает и с миром отпускает не преследует не гонит не бьет и не судит а простит мне долг и забудет с него не убудет а мне великая польза заклинаю еще один раз прочитает достаточно старый монах на ладье плыл воду черпал да воду пил и матушке реке эти слова говорил река матушка полноводная у тебя много притоков много истоков и много воды если каплю воды возьму у тебя с тебя не будет ты не заметишь волны не поднимешь меня не накажешь и река скажет монаху бери водицы сколько желаешь и я не замечу волны не подниму тебя не накажу а воду свою тебе подарю прощу и забуду как река монаху свою воду простила и с миром полюбовно отпустила так и денежный дом название банка мне долг прощает и с миром отпускает не преследует не гонит не бьет и не судит а простит мне долг и забудет С него не убудет, а мне великая польза будет. Заклинаю. Все. А это мы для другого взяли, да? Да, это мы для другого дела. Нам еще надо кое-что провести. Интересный ритвав. И на этом все. И старайтесь не брать кредиты. Живите посредством. Даже если вам очень хочется. В любом случае. Лучше свое, чем чужое потом отдавать. Всем удачи.